Всем привет, меня зовут Михаил и мы продолжаем разбор материалов по CSS гридам Сегодня мы будем говорить про выравнивание У меня по разметке все то же самое, что было в прошлом уроке У меня есть некий контейнер и 4 элемента в нем Это header, article, site и footer В данном случае не так принципиально, что это такое Мне важно здесь, что один из них чем-то наполнен Другие такие относительно пустые И мы будем менять по-разному это положение У меня сейчас идет общее правило Грид темплейт, который говорит, что высота у меня будет автоматической Хотя я тоже могу на это повлиять И я даю ему 3 колонки по одной фракции Допустим я могу ему дать Пускай это будет 500 пикселей и 300 пикселей Если передам, чтобы она стала чуть побольше И дальше я могу работать с такой штукой Которая более-менее похожа на то, что было во флексах Есть свойство justify items И оно принимает несколько значений Допустим, давайте посмотрим значение start Всего значения возможно 4 То есть у нас есть такой же justify content, как был во флексе Мы до него доберемся, но вот есть и так же justify items Он принимает вот одно из этих четырех значений Соответственно start, end, center и stretch По умолчанию, как мы могли убедиться, у нас элементы растягивались на всю возможную ширину колонки И, собственно, это и было значение stretch Сейчас наши колонки остаются их 3, они по фракциям То есть если мы даже посмотрим по тому, по структуре, как у нас размечаются пунктирными линиями эти колонки Мы видим, что они шире, чем сами блоки, которые у нас есть Но за счет того, что мы используем justify items start Они у нас в данном случае по контенту шириной становятся То есть только один блок контентом широкий Поэтому он занимает весь доступный объем по ширине Соответственно, у остальных текста немного Поэтому они у нас поджимаются и располагаются по началу Логичным образом мы могли бы расположить их по концу Либо центровать Разумеется, есть подобная история и для вертикали У нас есть align items И здесь все те же самые 4 значения Мы точно так же можем использовать start Мы точно так же можем использовать end Center Ну, либо stretch, который у нас является значением по умолчанию Начиним по умолчанию Давайте сделаем центр центр И есть одно свойство, которое позволяет в одном в себе комбинировать и то, и другое То есть и justify items, и align items мы могли бы записать в свойстве, которое называется place items Опять же, это на любителя, кто-то любит комбинировать свойства с CSS Кто-то любит писать их в отдельности Соответственно, здесь нам доступны такие гибкие нюансы Можем использовать и так, и так Соответственно, здесь мы два свойства указываем через пробел В данном случае первое свойство у нас отвечает за align items Второе за justify items Если у нас одинаковые значения, мы можем, в принципе, одно из них оставить Соответственно, оно будет одинаково и для того, и для другого Давайте посмотрим их разные Допустим, сделаем по вертикали end По горизонтали start Соответственно, по горизонтали они у нас к началу сместились По вертикали они у нас по нижней границе располагаются Это то, что вот в рамках того гряда, который мы построили Наш грид сейчас не имеет каких-то фиксированных размеров Мы используем в данном случае для колонок фракций Нам, в принципе, достаточно, чтобы одна фракция была Остальное даже может быть и в пикселях Чтобы у нас все доступное по ширине пространства было занято Но в тех случаях, когда мы хотим использовать какие-то конкретные значения Допустим, я хочу ограничить изначально свой грид по ширине Я хочу сказать, что мой грид будет, допустим, размером 700 пикселей И вот он у меня, в принципе, весь стал поменьше Более того, я, быть может, зачем-то вот мне приспичило Хочу им сказать, что первая у меня будет 100 пикселей колонка Вторая у меня будет 250 пикселей Третья снова будет 100 пикселей То есть, итого в сумме у меня получается 450 То есть, там у меня есть еще и свободное пространство, которое я никак не использую Давайте мы нашему гриду зададим бордер, чтобы лучше понимать, о чем мы сейчас говорим Да, там условно какой-нибудь темненький будет Вот у нас границы И, соответственно, даже вот какой-то контент у нас вылезает наружу Давайте, наверное, пошире сделаем 350, чтобы контент у нас влезал И что мы видим? Мы видим, что у нас чисто теоретически пространство чуть больше, чем возможно То есть, мы могли бы как-то позиционировать наши блоки относительно друг друга Используя вот то пустое пространство, которое у нас здесь есть И для этого у нас есть также возможность за счет свойства justify content Она, по сути, нам нужна именно в тех случаях, когда мы используем какие-то размеры в пикселях Когда мы не используем ту мощь, которую дают нам фракции Но зачем-то мы используем пиксели И хотим относительно содержимого как-то все это дело позиционировать И здесь возможностей у нас больше Здесь мы можем использовать знакомые нам значения из флексов Мы можем использовать здесь space between И у нас, соответственно, крайние блоки прижмутся по краям И одинаковое расстояние, соответственно, между содержимым появится Давайте вот эту штуку закомментируем Так вот оно теперь у нас есть У нас блоки по ширине все полностью заполняют Мы могли бы использовать space around Соответственно, здесь у нас добавляются отступы еще и по краям Вот это расстояние, это, по сути, должно было бы быть два По крайней мере, так было во флексе Но здесь оно чуть больше, чем те, которые у нас по краям Есть также space evenly Ну и также мы могли бы использовать значения как start, end, center и stretch То есть, в принципе, набор доступных нам здесь свойств Ну, вот такой вот Здесь во флексах мы используем flex start, flex end Здесь нам, так как это не flex, они не нужны Мы используем start, end, center, stretch Соответственно, три вот этих значения Относительно флексов так же никак не меняются Аналогичная история у нас может быть и со значением по высоте Допустим, сейчас мой grid template задал фиксировано 800 пикселей Я могу сказать, что окей, но я хочу высоту в 1200 пикселей внезапно И у меня еще появилось пространство снизу И я могу как-то захотеть позиционировать, соответственно, содержимое моего грида Относительно этого Давайте немножко поменьше сделаем Делаем 1000 Здесь, я думаю, несложно догадаться, если вы работали с flex, что мы будем использовать У нас были align items, соответственно, здесь у нас будет align content И для align content мы, в принципе, можем использовать все те же значения, которые у нас были только что для justify content Justify content мы используем по горизонтальной оси А align content мы используем по вертикальной оси Опять же, для тех же самых случаев, когда у нас фиксированные значения какие-то есть Есть свободное пространство И мы хотим как-то все это дело использовать Space between И пространство здесь у нас пустое Соответственно, то, что в начале, то, что в конце у нас фиксировано, прижалось по краям Space around, center Здесь нам все это дело точно так же доступно Ну и как и в случае с этим набором свойств Мы также можем использовать комбинированные значения и здесь У нас есть одно общее свойство для justify content и для align content, который называется place content И точно так же, как здесь мы использовали Первое значение для align items, второе для justify items Здесь все то же самое Соответственно, для вертикалей, для горизонтали И давайте сделаем то же самое Да, центр Space Evenly А здесь мы поставим комментарий Да, у нас ничего не изменилось Соответственно, это свойство работает Это свойство работает В принципе, первый вопрос, опять же, если мы уже работали с флексами и использовали всю эту возможность Первый вопрос, который может возникнуть, а как это работает с каждым конкретным элементом Да, то есть, допустим, я хочу взять свой aside В данном случае это мой вот этот красный бар И хочу, чтобы именно он у меня не растягивался Да, вот у меня есть по вертикали Я хочу, чтобы он не растягивался Тогда я могу ему написать align self И сказать ему, пускай он будет end Да, либо он будет start В данном случае я использую аналог вот этого свойства Align items Но только применительно к конкретному блоку Все то же самое я могу ему сказать и justify self И сказать ему, что justify self, то бишь по ширине, пожалуйста, будь в конце Ну и place self по аналогии Start, end И у нас должно быть все то же самое Опять же, просто упрощенная запись для того, что у нас было перед этим Итого, для выравнивания в гридах мы имеем возможность justify items и align items В случае, когда у нас, что называется, самый обычный грид Мы используем все их возможности с фракциями И никаких дополнительных размеров мы не задаем И, соответственно, можем элементы каким-либо образом, чтобы они у нас не растягивались, позиционировать более гибко По горизонтали, либо по вертикали Нам доступны четыре значения Эти же свойства мы можем конкретизировать для каждого конкретного дочернего элемента За счет свойств align self и justify self И есть короткие записи Place items Первый идет по вертикали, второй по горизонтали значения Либо place self Если мы используем фиксированные какие-то значения, допустим, в пикселях И у нас остается свободное пространство Мы можем использовать свойства justify content и align items И точно так же place content, как короткую для них запись Опять же, по вертикали и по горизонтали И тем самым позиционировать наши элементы Вот это все касаемо позиционирования в гридах У нас еще есть что рассматривать Так что увидимся в следующем видео